Как адаптироваться к новому месту жительства, причем не только взрослым, но и ребенку? Психолог, педагог, игропрактик Екатерина Чемрова у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Ну что же, нужна какая-то подготовка к переезду. Да, несколько, наверное. Ну типа там за полгода начинают друг друга настраивать, что мы скоро-скоро переедем. Если, конечно, это не переезд какой-то аварийный. Экстренный, да. Хотя он тоже имеет место быть, и он, по-моему, сложнее намного. Дети с огромной радостью ждут, когда они заедут в новую комнату, если их предупреждать заранее. Если она будет, эта комната новая. Да, обычно переезжают, улучшают жилищные условия, у ребенка появляется своя комната, и дети находятся в таком предвкушении. Но, естественно, даже эти радостные моменты доставляют стресс, потому что нужно адаптироваться к новому. Новая мебель, новый район. А если это подросток, то это еще и, скорее всего, друзья, друзья далеко становятся. И поэтому важно знакомиться с соседями. И показывать еще и своим примером, что как мы можем познакомиться с новым человеком в новом месте. То есть мы же существа социальные, и нам важно, кто нас окружает. Поэтому знакомство с соседями входит как раз-таки в один из таких моментов, который упрощает адаптацию. Подождите, ну вот мы в кино видим, да, вот приходят с чем-нибудь там, вот так прямо знакомятся с нас. Это у них только такие случаи. Я тоже думаю. У нас быстрее в лифте подняться, быстрее дверь закрыть за собой, чтобы никто не видел, кто у тебя сосед. Нет такой традиции, но, знаете, периодически я встречаю таких людей, которые заходят с чем-нибудь, ну с какой-нибудь мелочью, понятно, не пироги, но с мелочью заходят для того, чтобы познакомиться. У меня даже у подруги такой пример, она переехала в другой город. Она была удивлена. Да, и к ней пришли, вот с едой принесли ей, чтобы с ней познакомиться. О, какая прелесть. Надо практиковать такие вещи. Также заводят новых друзей. Можно опять же пройти, сказать, простите, мы будем шуметь некоторое время, у нас немножко ремонт не закончился. Да, да. И вроде как и познакомились, и в лицо посмотрели. Хорошие соседи. И при этом не вызывает такой негативы. Хорошие соседи, это возможность перестать ходить по ресторанам, тратить деньги с друзьями, можно из квартиры в квартиру, знаешь, с того накрывать. Катя, слушай, ну, а получается так, что переезд, это не только новая комната для ребенка, но и потеря старых друзей? Да. И ничего делать тогда. Ну, вот как раз-таки нужно выходить на площадку для того, чтобы ребенок увидел, кто там есть. Не настаивать, не заставлять его идти знакомиться, а предложить. Если вы знаете заранее, куда вы будете переезжать, вы можете сходить туда погулять пару раз, посмотреть, как там обстановка, чтобы ребенок привык к этому двору. Плюс в любом районе есть секции, куда можно отвезти ребенка. И, скорее всего, там находятся местные жители, где ребенку будет проще завести эти знакомства, потому что он будет находиться в такой среде, где им придется контактировать с другими детьми, но через взрослого. Да, то есть это такая непринужденная более-менее обстановка для ребенка. Плюс сохранять привычное. Ну, то есть, например, если у вас есть какие-то ритуалы, например, пройтись утром перед садиком, зайти, взять какую-нибудь булочку или еще что-то, или просто прогуляться по парку. Нужно изучить территорию вокруг своего дома для того, чтобы эти ритуалы сохранить. Да, немножко поменяется обстановка, но ритуал сам, он будет, и это поможет проще адаптироваться к новой среде. Если у жены в семье соседушка была такая замечательная, это вот из тех анекдотов, когда я ушла на 5 минут, каждые полчаса помешивайте. Она же тоже лишает сообщения, бедный муж теперь останется наедине с этой вот, значит, всей информацией, которую она хочет рассказать. Тоже найти себе кого-то как-то. Вот поэтому знакомиться с соседями. И еще очень важно легализовать свои чувства, то есть разрешить себе и принять все, что вы испытываете. То есть мы в большинстве случаев, мы говорим, почему я переживаю? Ну, новое место, да, и мы запрещаем себе чувствовать какое-то разочарование, грусть, пытаемся переключиться быстро. Нужно разрешить себе побыть в этом состоянии, и тогда нам, у нас не будет такой острой необходимости на что-то переключаться, уходить срочно в быт тот же самый и пытаться найти какой-то новый фокус. Но если процесс переезда, он может быть и быстрым, да, там денек, два, то обустройство может продолжаться бесконечно, да, потому что новая квартира требует каких-то вложений, да, там, если большее количество комнат, не знаю, там, люстры, мебель и так далее, да. Как здесь поступить? Лучше, конечно, переезжать, когда у вас уже обустроено все. Ну, это идеально, да. Да, тогда, конечно, нам намного проще будет, когда мы заехали, у нас уже более-менее красивенько. Важно взять какие-то памятные для себя вещи и в первую очередь их поставить в своей новой квартире или в своем новом доме. Это те вещи, которые доставляют вам какой-то, создают какой-то уют. Развесить медали, расставить грамоты, например, в детское, да, поставить любимый цветок или там, не знаю, кофемашину, что там кто любит. Он создает жизнь в нашем доме, то есть обычно эти моменты уходят на самый последний вариант, но нужно сделать это в первую очередь для того, чтобы мы приходили, о, мой любимый цветок, да. Ну, вот здесь, смотрите, ключевое. Иногда бывает, думают, вот это хлам, ну, не знаю, на холодильнике магнитики какие-то со всего подряд собрались, не из поездок уже, а просто все подряд. И думают, вот если я весь этот хлам сюда притащу, то будет как дома вроде как. Здесь же тоже важно, наверное, и с хламом все-таки распрощаться или нет? В зависимости от того, какие у вас ощущения вызывает этот хлам. Для вас это является хламом или же нет? То есть те же самые магнитики вы можете смотреть, вспоминать поездку, которая у вас состоялась, какие приятные эмоции, ощущения были. Если вы пользуетесь каким-то парфюмом для дома, важно сохранять эти запахи, потому что запахи, звуки – это то, что помогает нам ощущать себя в безопасности. То есть если мы чувствуем привычное, значит, наш мозг не так тревожится по поводу того, что все вокруг новое. Да, да, да. Ну, вот часто переезжали как? Ну, бывало. Я люблю ездить, я люблю переезды, я люблю новые места. Мы сегодня просто спрашиваем у наших зрителей, к услугам прибегали? Самостоятельно? Самостоятельно. Самостоятельно. Ну, только грузовая техника была заказана, да? Ну, да, конечно, конечно. То есть а так все сама, все сама по жизни, все сама. Мы привыкли, мы с сестрой, у меня в машину входит все. А, то есть вы можете нажмите. Мой седан, да, он бесконечный. Ну, и прекрасно. И вам таких же удачных и хороших переездов. Екатерина Чемрова была у нас сегодня на гостях, побеседовали на тему переезда. Продолжим эфир.